Друзья, всем привет! Рада приветствовать вас на нашем канале. Сейчас мы приехали в пятидневный поход на Финский залив. Нашли бухту, в которой расположили свой лагерь. И хотим поделиться с вами в этом видео, что же мы берем с собой в столь длительный поход в лес, на залив. Покажем и расскажем все, что может пригодиться в походе. Вот у нас такой получился лагерь. Вот такая у нас палатка из декатлона. Очень большая, удобная, натягивается со всех сторон. Такая палатка большая, тамбур, с обувью. Здесь мелочевка, одежда висит. И там матрас, плед, спальники и викульчика отдыхают. Здесь у нас будет кухонка, складной стол, стулья и еда. Что у нас тут еще интересненько? Мы сюда с собой берем лопату. Мало ли что нужно выкопать. Топор. Так, вода, ну естественно. Но мы берем с собой по такой бутылке на день. Корм для собаки. Сумка-холодильник. Вот такая вот пилиточка. Давно с нами катается. Сюда вставляется газовый баллон. Сюда включается и разжигается. Газовый баллон мы тоже берем с собой по штучке на день. Кофеечек. У нас вот такая есть находочка. Гизерная кофеварочка. Тут правда еще ручка должна быть, но я ее сожгу. Вот сейчас кофеюк сварится и будем пить. Купили в этот раз топливные брикеты. Попробовать эффективность их розжига, да? Да. В общем, история такая, что дрова тупо с собой везти, потому что их тут можно напилить. Мы, кстати, берем только старые деревья, если что, мы свежие не рубим. А топливные брикеты мы взяли для того, чтобы у нас были по-любому сухие дрова, это раз. Во-вторых, стоят 80 рублей 10 килограмм, и время их горения 3-4 часа, написано, по крайней мере. Сегодня попробуем, сколько они горят, на самом деле. Вот у нас будет такой импровизированный костерчик. Как говорится, чего у нас только нет. Жидкость для розжига мокрая. Жидкость для розжига сухая. Это что, мангал? Это мангал. Это что у тебя? Чудо-штучка заделка с рублей. Апахал. Так, вот такой у нас запас фонариков разных. Мы их вешаем, когда становится темно. Либо куда-нибудь на стол, либо в палатку, когда ложимся спать. Очень классные, удобные. Вот таких у нас даже несколько. Вот. А, еще это. Вот такого мужика берем. У вас будет свет, костер. Так, у нас всегда с собой есть чайник бабушкин красивый, который можно нагреть на костре. Это пила, естественно. Топор. Кастрюлька, которая тоже приспособлена уже до грения. На костре. Бабминтон. На случай, если будет нечем заняться. Колоночка. Нужно сушить. А, это удочки тут. Две штуки. Кружечки вот такие у чайка вот пить. Ну, ножик, естественно. Мм. Вот это вот обязательно штука. Пауэрбэнк. Нам нужен очень мощный. Нам нужен для зарядки устроить, чтобы еще немножко работать. Так же у нас есть вот такой вот летний душ на 20 литров. Мы вешаем его на дерево. Или на веточку. Наливаем в водичку. И на солнышке он нагревается. За счет того, что он черного цвета. И можно умываться. Можно мыть посуду. И даже помыть голову. А вот к душе еще нашла вот такой вот шланг есть. То есть он прикрепляется. И можно спокойно мыться полностью. Очень удобный душик. Так же у нас два таких раскладных стульчика пластиковых. Одноразовые стульчики у нас тоже есть. Вот один остался, точнее были. Все они очень быстро ломаются. И мы вот решили такие киевские теперь использовать. Ну и стол пластиковый, естественно. На котором можно все разложить. Очень удобно. Решили попробовать в этот раз сделать походную баню. Начитались разных советов в интернете. И вот сейчас пытаемся построить. Очень удобно иметь такие тапочки. На случай куда-то выбежать быстренько. Либо просто ходить и гурять. Особенно по песку. Потому что иначе вся палатка будет очень грязная. Советуем покажу, что у нас тут еще из мелочевки. Игра. Мы берем в разные игры. У нас есть уна и вот такая вот до нитки. Коврик для йоги. Я по утрам занимаюсь йогой. И тут у нас одежда сложная. Пакет, чтобы никто не заползал туда. Запас газа, напитки. Сумка-холодильник. И пакет с едой. Ну и конечно рекомендуем запастись в премии от комаров, клещей. Мы всегда, когда приезжаем, сразу прыскаемся от клещей, от комаров, мух. И вот ни разу не было у нас случаев, чтобы мы кого-то привезли домой. Также всегда у нас с собой есть веревка. Мало ли что нужно дефиксировать, вытянуть, перетянуть. Есть степлер строительный. Если нужно закрепить, например, пленку, натянуть от дождя поплотнее. Ну, наборы инструментов. Тут у нас всегда, в принципе, в машине ездят. И сейчас быстренько покажу, что же мы берем с собой из продуктов питания на столь длительный поход. Ну, поехали. Так, апельсинчики. Ну, это на любителя. Я просто их очень люблю, поэтому беру всегда с собой. Так, гречка, она уже сваренная. Это для собаки. Она у нас кушает. Так, тут сыром обычный. Это шашлык. То, что мы жарили вчера вечером, сегодня переведем на... Сделаем шаверму. Да, все это лежит в сумке-холодильнике. По-моему, мы брали ее в спиртмастере. И там же у нас две такие охлаждающие жидкости. Ну, их максимум хватает на день-полтора. Вот так выглядит. Дальше их нужно снова класть в морозилку. Ехать, значит, все бы денек. Так, зеленушка. Укроп, петрушка, редиска, лук. То, что любит. Так, ну, они будут тут доставать. Кабачок, морковка, помидоры, огурцы, лук, чеснок. Так, паштет вот нашла. Это на завтрак намазывают на хлеб. Так, и сосиски мы будем делать в какой-то день из походов. Хот-доги. Тоже очень любим их делать именно в походах. Так, ну, салфетки сухие, влажные. Мусорные пакеты обязательно, желательно большие. Чтобы весь мусор с похода из леса за собой убрать. Так, растительное масло для плова. На случай, если будете готовить плов. Мы готовим плов обычно, когда приезжаем в большой компании. Если мы вдвоем с мужем, то плов не готовим, потому что мы столько не съедаем. Так, кофе, овсянка быстро заваривающаяся, чай, травки я пью, тут травки, сахар, соль, как обычно, картошка. Мы взяли мелкую, чтобы сделать ее в углях, потом на фольге. Оборачиваем в фольгу каждую картошку, картошину, и делаем очень вкусно на углях. Хлеб черный, это вот на завтрак, если захотим с паштетом. Конфетки тут еще есть. Так, из приборов у нас по минимуму. Нож, ножницы, открывашка. Две вилки, две ложки обычно из дома и маленькие ложки для чая, кофе. Чайник и кастрюлю я показала. Можно вместо кастрюли брать казан. Ну вот, если делать плов на большую компанию. Не берите сковородок, ничего не берите, это не нужно, это лишняя тяжесть в машину. И еще немножко продуктов лежит в машине. Печеньки, булочки для хот-дога. Лаваш вот для шавермы из оставшегося мяса, шашлыка. Рис тут еще лежит. Горячий шоколад. И на всякий случай еще пару пакетиков доширака на голодные годы. Шоколадочки. Это тоже мы запасаемся на голодные годы. А вот рисик для плова тоже есть. И тут немножечко арахиса, орешков. Ну и все. Из продуктов питания это все необходимое. Даже перебор с небольшим запасом мы всегда берем. Потому что обычно не до конца знаем, понимаем, на сколько дней мы останемся здесь. А вдруг очень крутая погода будет и останемся тут подольше. Как мы все это, то что вы видели в нашем палаточном городке, так сказать, уместили в машину. Итак, показываю. Вот здесь у нас пластик, который мы выкидываем. Здесь вещи, все палаточка, вот столько места занимает. Там еще в лес тент, еще в лес гамак. И здесь основные вещи для похода. Что у нас тут? Здесь у нас стол и стулья. Видите, не очень габаритная ситуация с ними, конечно. Поэтому рекомендуем что-то поменьше. Не очень повлекательный балул. Здесь, в принципе, еще куча места. Так, снова пластик, который мы выкидываем. Спальные принадлежности и собака. Все, спереди у нас чистота, уют, комфорт. И собака у нас сидит. Ей даже хватит месяца, чтобы речь. Да, Викуль? Друзья, спасибо, что посмотрели наш небольшой обзор приспособлений для похода. Если у вас есть какие-то лайфхаки, то тоже напишите, пожалуйста, в комментариях. Мы будем иметь в виду и использовать в последующих наших путешествиях. Хороших вам приключений. Пока. Ну и подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И мы будем рады почитать их. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok